С воздуха, земли и по водной глади помощь приходит отовсюду. По легенде, сегодня поселок Усть-Абакан подтопило вышедшими из берегов водами Енисея. Однако места для паники быть не должно. Все четко, быстро и слажено. Так выглядит спасение пострадавшего, оставшегося на отрезанном от суши острове. Если добраться до человека не выходит, на помощь спешит винтокрылый Ми-8. Пока одни кружат в воздухе, другие спасатели на всех парусах, а точнее на воздушной подушке, добираются к попавшим в беду на хивусе по воде. По задумке тренировки в населенном пункте прорвало дамбу и подтопило дома. Этапов по эвакуации несколько. О беде нужно оповестить население. Это задача машин МВД и Росгвардии. Перевести людей в пункты временного размещения, обследовать саму дамбу. Этим займутся водолазы МЧС. Дальше в ход идет тяжелая техника. Специалисты отмечают, учения нужны, ведь от подобной беды не застрахован никто. Сегодня мы отрабатываем второй этап командно-штабных учений в рамках всероссийской тренировки. Этот этап посвящен отработке практических вопросов по подготовке к паводку. В целом вопросы отработаны с привлечением спасателей, авиационных средств, МИИ-8 и беспилотных летательных аппаратов. Работу всех подразделений оценили высоко, но это еще не конец. Завтра в Хакасии ликвидируют условный степной пал тоже в рамках всероссийских учений. Для нашего региона несанкционированные отжиги – настоящий бич, поэтому нужно быть готовыми ко всему. О подробностях жаркой тренировки смотрите в ближайших выпусках РТС.